Откуда мы можем читать и куда можем писать символы? Ну, во-первых, можно превратить произвольный поток байтов в поток символов, завернув его в InputStreamReader или в OutputStreamWriter. При этом указывается кодировка, которая будет определять правила превращения символов в байты и обратно. Кодировки бывают разные, простые и не очень, фиксированной или переменной длины. Например, широко используемая кодировка UTF-8 кодирует каждый символ последовательностью от 1 до 6 байт и может представить любой символ Unicode. Более простая кодировка, например, CP866, знакомая еще со времен DOS, кодирует один символ одним байтом и поэтому может представить всего 256 различных символов. Тут, конечно, о полном покрытии Unicode никакой речи не идет. Передать кодировку можно либо в виде строки с именем, либо в виде объекта типа Charset. Экземпляр Charset можно получить либо по тому же строковому имени кодировки при помощи Charset forName от строки, либо взять готовый уже экземпляр из стандартного набора, доступного в классе Standard Charsets. В этот класс вынесен минимальный набор кодировок, которые все JVM обязаны поддерживать. Это такие кодировки, как ASCII, UTF-8 и UTF-16. Через Charset forName можно получить больше различных кодировок, но тут уже никто не сможет гарантировать вам переносимость вашей программы. Классы Charset и Standard Charsets живут в пакете Java Neo Charset. Если в конструктор InputStreamReader или OutputStreamWriter не передать кодировку, то будет использоваться системная кодировка по умолчанию. Узнать эту системную кодировку, получить ее в явном виде, можно из метода CharsetDefaultCharset. Эта кодировка зависит от текущей операционной системы и ее настроек, поэтому переносимые программы не должны на нее полагаться. Рекомендуется все-таки при создании ридера и райтера указывать кодировку явно. Возвращаемся к вопросу о том, откуда берутся ридеры и райтеры. Для чтения и записи текстовых файлов есть специализированные классы FileReader и FileWriter, но почему-то они не позволяют явно указать кодировку, поэтому для работы с текстовыми файлами в фиксированной известной нам кодировке обычно используются вот такие конструкции. А еще есть классы CharArrayReader и StringReader для чтения символов из массива или строки в памяти. И есть симметричные им CharArrayReader и StringReader для записи в память. Их удобно использовать для тестирования кода.